Похоже, китайцы видят в Уганде больше возможностей для бизнеса, чем западные компании. Китайцы приходят, стучатся в дверь и делают это очень активно. Это президент Уганды Йовери Мусевини. Он у власти с 1986 года, то есть он один из самых долгоправящих лидеров в Африке. По его словам, Запад теряет интерес к стране. Зато Китай продолжает наращивать своё влияние. Сегодня Уганда готовится подписать ряд сделок с частными китайскими инвесторами в таких секторах, как переработка сельскохозяйственной продукции, удобрений и полезных ископаемых, а также текстильная промышленность. «Пока Китай поощряет свои частные компании, западные правительства читают нам лекции. Но что за безумие читать мне лекции? Что нового вы можете мне сказать? И в этом и заключается разрыв между нами». Китайские государственные предприятия и частные компании уже давно стали движущей силой инвестиций в Африку. Они предоставляют странам континента суды на сотни миллиардов долларов в рамках инициативы «Один пояс, один путь». При этом многие западные правительства рассматривают эту инициативу как попытку Компартии Китая расширить своё влияние. В обмен на деньги Китай часто требует от стран поддерживать свой политический курс. Кроме того, многие страны жалуются на несправедливые условия возврата суд, из-за которых они всё больше и больше падают в долговую яму.